Старейший храм города Слободского построенный без единого гвоздя – Михайло-Архангельская церковь. В 1610 году из дерева ее срубил преподобный Трифон. Святые покровители Земли Вятской – проект победитель конкурса президентских грантов. Его цель – сохранение уникального памятника деревянного зодчества, объекта культурного наследия России. В течение всего прошлого года проект притворялся в жизнь. Сегодня мы подводим итоги проекта «Святые покровители Вятской земли», который был поддержан фондом президентских грантов. Чуть больше года назад, 12 февраля, у нас была презентация старта проекта. И вот спустя год этот проект завершается. Авторы проекта поделились радостной новостью и представили творческий отчет о том, какие задачи были выполнены в рамках реализации проекта. А именно историко-архивные и обмерные работы, инженерные исследования и создание рабочего проекта реставрации парижанки. Кроме того, осуществлена государственная историко-культурная экспертиза проектной документации реставрационных работ на объекте культурного наследия. Весь проект в основном был направлен на то, чтобы сохранить нашу святыню, это Михайло-Архангельскую церковь, в том плане, что по проекту должна была быть подготовлена проектно-сметная документация, без которой нельзя приступать к реставрационным работам. И по проекту это было сделано. То есть все расходы, которые фонд взял президентских грантов на себя, согласно смете. Поэтому сейчас вот это свершилось. Не только реставрация храма, но и другие важные задачи. В рамках проекта «Святые покровители Землевятской» провели работы по реставрации двух икон из фондов Краеведческого музея. Ряд икон законсервировали до следующих реставрационных работ. Одна из икон, уже в отремонтированном виде, она, вот икона Крещения Господня, здесь у вас представлена. Ну и в совершении нам удалось издать небольшую брошюру, которая повествует нам об истории этого уникального храма. Надеюсь, что эта брошюра будет серьезным поспорьем и для педагогов, которые нашим детям будут рассказывать о этом уникальном храме. Наверное, будет полезно и каждому слабожанину лишний раз полистать страницы истории и осмыслить, какая святыня и какая жемчужина находится в нашем городе. Сейчас авторы проекта надеются найти денежные средства и спонсоров. Согласно смертной документации, сумма финансирования, необходимая для проведения реставрации, составляет 11 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова